Ровная дорога к участку есть, столбы стоят и кабели протянуты. Услугу подключения оплатили сразу. Только вот энергия на участок семьи Славута так и не пришла. Обидно, ведь могли бы уже строить дом и к Новому году переехать, сетует Александр. Главное начать. А вот нету начала. Электричество нам прям необходимо здесь. В семье четыре ребенка и каждый мечтает о своей комнате. Пока ютятся в аварийном жилье, но мечта о доме греет сердце. Еще бы и электричество. Обещанное 15 киловатт и процесс бы пошел. Мы сюда хотим в бытовку подключить электричество изначально, чтобы отсюда уже и пошел. И удлинитель, и все, что хочешь. Чтобы было тепло, пришел, чай попил и дальше продолжаешь работать. Потому что мы сами как бы тоже своими руками все это делаем. Земля на участке еще не успела сильно замерзнуть и Александр, и Татьяна. Если им, конечно, скоро здесь подключат свет, надеются забурить еще свайное поле. Строительство дома и так сдвинулось, а к своей мечте нужно идти прямым курсом. Мечта семьи построить свой дом. Четверо детей у них есть. Вот природа, лесок тоже захотят, посадят еще дерево. А пока идем к энергетикам узнать, ну когда же на участок придет свет. Обещали ведь подключить еще летом, потом в сентябре. Какая дата следующая? Самое плохое в этой ситуации, то, что кормят завтраками. Не могут конкретные... Да, нет конкретных сроков. Счетчики на склад поступили. Все дело в комплектующих, объясняют энергетики. Найти новые, заключить договоры, доставить их на север не так просто. Старые логистические цепочки рушатся, а новые формируются не так быстро. Сейчас мы вынуждены искать новых поставщиков. Где-то это импортозамещение, где-то это там параллельный импорт. Скажем так, новые поставщики, они, ну, скажем так, неиспытанные. И некоторые из них, бывает, зачастую не исполняют своих обязательств. Наученные долгим ожиданием Александр и Татьяна испытывают осторожный оптимизм. Сегодня им пообещали подключить участок до 10 ноября. Надеются, это обещание станет последним. Дмитрий Усов, Максим Кутафин, Время Ямала, Лаватнанге.